Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витража Вери в Красках. Казалось бы, Великий Пост, время углубиться в себя, искать причины в себе, каяться, готовиться к великому празднику, светлому Христову Воскресенью. Но нет покоя раскольникам, не дает им покоя лукавый. Да, впрочем, их сребролюбие идет перед ними. Захватили, к примеру, храм в селе Припутне Черниговской области. Секретарь Нежинской епархии проторей Валерий Дашко рассказал, что сторонники раскольнической организации ПЦУ прибыли в село перед началом воскресного богослужения. В 7.45 настоятель, который живет возле храма, увидел, что съезжаются автомобили. Приехали сначала три, затем еще четыре авто, а также несколько микроавтобусов. По подсчетам прихожан привезли порядка 20 молодчиков. Было несколько местных жителей, и вот эти все люди, они высверлили сердцевину замка и зашли в храм. Священника канонической церкви с прихожанами, когда те пришли, в церковь не пустили. Позже, правда, позволили зайти всем, но впоследствии выдворили на улицу и закрыли церковь на свои замки, сказал протеерей Валерий. Свои действия рейдера аргументировали тем, что имеет документы регистрации общины ПЦУ. Вообще, целиком этот комментарий можно прочитать на портале Православная жизнь, ссылку я оставлю в описании под видео. Вы понимаете, что никаких документов, подтверждающих права на собственность храма, у них нет. И к регистрации общины ПЦУ есть ряд вопросов. Во-первых, ее в селе нет, а во-вторых, продолжаются судебные дела по поводу незаконной регистрации, которая состоялась на основе фиктивного собрания, в котором, как это обычно бывает, участие религиозная община как раз не брала. Правоохранители, которые прибыли на место, не защитили законных владельцев и позволили радикалам взять инициативу, так сказать, в свои руки. Молодчики даже не прятались, дерзко сообщили людям о том, что им заплатили, поэтому свои деньги они отработают и будут охранять храм столько, сколько нужно, сказал протеерей Валерий Дашко. Свои 30 серебряников они вполне отработали, но забыли, что бог поругаем не бывает. Кстати, по словам протеерея Валерия, клирик ПЦУ, который руководил действиями права радикалов, был осужден за изготовление оружия на три года лишения свободы условно и сейчас живет с этим самым условным сроком. Вообще в полиции, говорят, лежит немало жалоб родителей, чьи дети подверглись неприличным притязаниям со стороны того самого раскольника батюшки Леонтия. Но это еще не все. Понятно, что раскольники в своих, так сказать, СМИ рассказали об очередном переходе и дали там некоторые неожиданные подробности. Называющий себя журналистом Василий Чепурной написал в своем фейсбуке о том, что сразу после захвата у них прошла служба, которую возглавил некто Сергей Чечен. Судя по всему, местный раскольничий благочинный. И даже табличку на храме сменили, фото смены таблички разместили и фасад храма захваченного тоже показали. А вот фото службы нет ни единого снимка, ни у горя активистов, ни у этого так называемого журналиста. И как вы думаете, почему? Да потому что явно не хотели показывать пустой храм. Ведь не первые это, которые захватили, вынуждая верующих молиться на улице, зато сами остаются в пустом храме и не служат, хотя и захватили, и верным канонической церкви не дают. Но прихожане у ПЦ не сдаются и молятся везде, где могут, даже на улице. Например, как верующие из села Деловое, что на Закарпатье. Это Мария Годван, прихожанка из села Деловое. Вы понимаете, захватили у них раскольники храм, храм стоит пустой, но и тут они не оставляют в покое украинскую православную церковь, ищут любой повод, чтобы напасть на верующих. И снова чудо. Находится тот, кто дарит землю. Я видел такое на Буковине, вот теперь вижу в этом видео из Закарпатья. А вот еще фрагменты из того же видео из Закарпатья. На нем Марина Годван обращается к патриарху Варфоломею, который, безусловно, несет ответственность за раскольников, которых взял под свою опеку. У нас уже есть, был томас, 90-х годов нам данный. Вы почему-то не знаете, из каких причин, или за гроши, или как там уже, дали другий томас. И с тем самым мы принесли в войну, еще мою велику ненависть в наш народ. Все села по всей Украине начали изганять нашу Святую Православную Церковь, Украинскую Православную Церковь, людей побывать, выбирать храмы. У меня одно вопрос. Если они так хотели створить и створили себе другую церковь, то почему не будуют свои храмы, а забирают храмы от людей, которые ходили и молились? Резонный и понятный вопрос. Да, заданный в простоте, но мы видим искренность нашей сестры во Христе. И сколько таких душ, которые готовы на все, чтобы быть в Церкви Христовой, сохранить верность Богу. А раскольники их конец будет бесславный. Иначе ведь не бывает. Важно нам наблюдать за собой. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках. Субтитры сделал DimaTorzok